СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В стиле старых ретро-игр. Первый PlayStation с первой плойки во тьме. Мы идем через какую-то звездную штуку полукошкой. Только что-то не совсем понятно, куда мы должны прийти. О, прыгать можно. Найди меня. Кого я здесь должен найти? Это что, измерение? Это что, красная реальность? А, это был сон полукошки. Вот она просыпается в коробке со знаком SCP. Ну, конечно, это же игра по SCP, значит, сразу мы должны увидеть знак SCP, иначе никак. Итак, полукошка Джози живет в заброшенном кабинете какой-то зоны SCP. Судя по картинке на стене, здесь исследовали саму полукошку. Возможно, ее исследовал доктор Кроу. Вот вы можете сидеть в интернете, думать, что вы общаетесь с сотрудником SCP, а на самом деле это просто полукошка Джози в заброшенном кабинете зоны ходит по клавиатуре. О, дверь открылась. Странно, но я пока туда не пойду. Возможно ли залезть в вентиляцию? Походив по клавиатуре, я услышал звуковое сообщение из компьютера, что, видимо, хозяина этого кабинета отправили в какую-то экспедицию. Офис доктора Чаппелла. Вот тут даже есть список заданий. И, кстати, одно из заданий было походить по клавиатуре. Это было достаточно интуитивно. Сотрудники SCP любят полукошку. Охранник комплекса. Офис с уровнем допуска 4. И туда мы пока войти не можем. Нам нужно стащить карту с более высоким уровнем допуска. Вот карта зоны, в которой мы находимся. Так, мы можем царапать вещи. А если поцарапать охранника комплекса, что будет? Он не реагирует. У него бронированные штаны. Джози, ищешь кого-то? Или ты здесь, чтобы меня увидеть? Я, чтобы стащить твою карту доступа. Как это сделать-то? О, можно спать в любой коробке. А, чтобы активировать компьютеры, нужно ходить по клавиатуре. Вот это классная находка. Ага, я схватил карту. Теперь карта принадлежит кошке. Короче, я так понял из этого компьютера, что общий сюжет в том, что группу фонда послали на какую-то опасную аномалию. И они все разъехались. И теперь кошка осталась в относительно неохраняемом комплексе. Интересно, охранники будут пытаться отобрать карту у кошки? Потому что, когда кошка бегает по комплексу с картой 4 уровня допуска, это должно быть немного странно. Я бы удивился. Так вот, кошка открыла офис 4 уровня допуска карты. Отлично. Но, судя по всему, эта часть игры еще не работает, потому что я не могу войти в итоге в этот офис. О, один из докторов грустит. Кошка может его развеселить, наверное. То есть, основное, что делает полукошка Джози, это тырит карточки доступа. Карта доступа 1 уровня. Но с ней я особенно никуда не попаду. А, вот, нашлась дверь, которая открывается этой карточкой на Джо. И за ней сидит персонал класса D. Так вот, кто помогает D-классу сбегать из комплекса, это делает кошка. А, это же не любитель ходить между мирами. То есть, я встретился с ним и попал в другой мир. Прикольно. А почему он вместе с классом D тусуется, вроде так не должно быть. Так, походим по клавиатуре этого компьютера. Че он нам скажет-то? Этот компьютер злится на то, что полукошка Джози не может ему ответить голосом. Какой-то он недалекий. Так, не любитель ходить между мирами напуган. А что я тут еще могу интересного найти? Здесь интересно, можно встретить улыбающегося человека? Еще одна дверь, за которой ничего нет. Давай, телепортируй нас обратно, волшебный чал. Так, куда это мы с ним попали? Волшебный чувак, куда мы телепортировались? Это не то же место, где мы были. Ладно, зато здесь есть карточка. Вот, я добыл карту второго уровня допуска. Теперь я могу еще куда-нибудь пойти. И вот эта карточка сразу же открыла другую дверь. Так, доктор, скорее всего, отберет у меня карту. Надо ее где-то спрятать, наверное, где никто не ходит. Так, здесь четвертый уровень. Так, здесь архива, посмотрим, что там есть. Полу-кошка Джози нападает сзади, как крыса. Так, что кошка может найти в архивах? Давайте-ка подумаем. Вон там наверху что-то лежит. Эта женщина недовольна, что ее покусала кошка. А, это этот диктофон. В общем, это запись главного архивиста, который рассказывает, что в архиве полно противоречивых записей и, типа, возможно, они из разных миров. Так, нужно спереть карточку доступа. Это снова карта второго уровня. Толк-то от нее. Хорошо, что люди никак не реагируют на кошку, которая ходит в сверхсекретном комплексе с картой допуска в зубах. Еще здесь одни офисы. Я хочу посмотреть на объекты. Я хочу в зону содержания. Здесь какой-то обвал, прямо как в Сайлент-Хилле. А что, если утащить у охранника зоны пушку? Если кошка может ходить с карточкой доступа, почему она не может ходить со стволом? Она слишком тяжелая. Ну ладно, похожу с очередным диктофоном. Наверное, стоит вернуться к нелюбителю ходить между мирами. Так, а он сам теперь исчез, да? То есть я теперь не могу с ним дальше путешествовать. Жаль, жаль. А что вот это вот за калькулятор? Это случайно не объект какой-нибудь? Вроде же был объект. Это обычный калькулятор, не аномальный. Странно, в фонде SCP что-то не аномальное есть. Да хватит с ней играть, возьми ее в рот. О, я могу зайти к SCP-объектам, классно. Или не могу, потому что переход между комнатами не работает. Пока что в этой игре многовато багов. Эта дверь требует ручного открытия. То есть мне нужно попросить, типа, кого-то открыть. Переходы между комнатами здесь просто страшно сбагованы. О, вот лифт. Можно же по этажам перемещаться. Лифт сломан. Понятно. Жаль, жаль. Ну что, похоже сюжет двигает, только нелюбитель ходить между мирами. Эта игра бы немного выиграла, если бы кошка была бы чуть быстрее и не ходила сквозь двери. О, D-класса поймали, который вышел погулять. Здесь какой-то SCP номер, которого еще не назначен, но нужна третья карточка. О, вот комната, где D-класса объясняют, как жить. Кто-то из них даже напуган. Странно, почему так. Ну, остальные радуются, остальным норм. Его Эйменем настоящий пытался сожрать мою задницу. Ну, Эйменем, да, настоящий он вроде существует. А можно ли за кошку Джози толкать речи с этой трибуны? Уважаемый D-класс, голосуйте за кошку Джози. Только кошка Джози сможет сделать SCP великим снова. Никакой сиреноголовый, никакой картун-кэт. Только кошка Джози. Голосуйте за кошку Джози. Следи за ними. Мужик, карточка нужна. Охранник затирает сотруднику D-класса, что люди обычно выбирают такую судьбу, которая подходит, ну, к их эмоциональному состоянию. Ну, в принципе, да, чё? Сперва добейся. Или нет, это не то. Всё зависит от тебя. О, это же Большой Чарли. А как мне, как, как к нему попасть-то? Мужик, мужик, открой мне комнату к Большому Чарли. Я хочу к Большому Чарли. Может, ты откроешь? Смотри, кошка хочет к Большому Чарли. Давай, помоги ей. Кошка застряла в модели. Вот правильно говорит, что кошка застряла в модели, а не в текстурах, потому что текстура — это картинка двухмерная, в ней нельзя застрять. В этой игре происходит просто огромное количество багов, связанных с физикой. Возможно, если они будут забавны, это даже будет фишка игры. Посмотрим, что в вентиляции. О, это же Half-Life прям начался. Или Metal Gear Solid. Там тоже вентиляция была. Вот это что за хрень была? Я даже не знаю такого SCP. Это что, какая-то свинья, свиная морда на фоне бабочки? Для кошки она, надо сказать, неплохо плюется предметами. И где это я теперь? А, это бараки класса D. Как раз-таки то место, где был нелюбитель ходить между мирами, но что-то его теперь нет. Что-то я, походу, завалил этот квест с нелюбителем путешествовать между мирами, потому что он просто пропал и теперь не появляется. И карточку четвертого уровня потратил на какую-то фигню, которая вообще не работает. Сдается, мне придется переигрывать. Так, значит, подходим к жизни полукошки стратегически. Сначала нужно походить по клавиатуре. Затем через вентиляцию пролезть в бараки D-класса, поборов местную забагованную физику, послушав страшные вопли, записанные на этот диктофон. Испугавшись черной страшной хрени. Итак, первое перемещение. А что оно не происходит? Чего-то, чего-то не хватает. О, надеюсь, я провалился под пол. И теперь нахожусь в подпольном пространстве. А выбраться-то отсюда можно? Вообще нет. О, я упал за карту. Я провалился в подпространство, в карманное измерение. Ну что ж, полукошка Джози пока что не делает SCP Great Again. Определённую игру нужно допиливать, потому что в ней уж очень много самых разных багов. Надеюсь, следующая версия будет более приличной. В неё мы, конечно же, поиграем, посмотрим, что она из себя представляет. Потому что в этой версии пока что в основном одни баги. А бороться с багами не так круто, как с монстрами. Потому подождём обновление. Так что всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok